Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Такая история, мне 23 года, девочке 19 лет. Отношения длятся в 20-летнем году, все это время жили душа в душу. Все дело для нее, абсолютно все, от дорогих подарков до полного внимания и ласки. Постоянно говорили друг другу, что вместе на всю жизнь. Собирали жениться и жить вместе. В один момент она резко сказала мне, что больше ничего не хочет со мной. Но говорит, что любит меня, говорит, что откладывали житье, а теперь ей неохота. Как мне быть в этой ситуации, я очень ее люблю, хочу с ней быть. И потому звоню, пишу, унижаюсь, пытаюсь до нее достучаться. Спрашивает человек по имени Игорь. Ну, мне кажется, что в некотором смысле вы здесь сталкиваетесь с неготовностью девушки просто к серьезным отношениям. На мой взгляд, девушка просто вот в какой-то момент почувствовав, что все действительно серьезно, вот, она просто поняла, что не готова, вот. И как бы по этой причине решила вот, как бы, ну, ситуацию притормозить. Вот, то есть, я бы не торопился бы с выводами, вот, я бы не торопился бы с тем, чтобы ее возвращать, да? Потому что, ну, вполне может быть, что она, тем более, если говорит, что любит вас, то вполне вероятно, что сама что-то, ну, что-то вот, что-то для себя поймет и захочет вернуться. Но в любом случае, если она не хочет, то вряд ли вы ее заставите как бы вернуться к вам. И то, что вы их, то, что вы, как вот вы говорите, унижаете, не добавляет ей, ну, условно говоря, какого-то желания, большего желания с вами быть. Потому что девушка просто, благодаря этому, ну, более очевидно видит, что вы в ней нуждаетесь очень сильно и... Ей необязательно к вам, ну, к вам возвращаться, да? Вот, все равно, там, вы от нее, ну, гипотетически, да, вы от нее никуда не денетесь. Вот. То есть я думаю, что, я думаю, что ситуация здесь такая. Вот. Вот. Это с одной, с одной стороны. Есть и другая, конечно, сторона. То, что у вас, вероятно, на самом деле, к ней, в ней, точнее, серьезная нуждаемость. То есть, ну, вы, вероятно, действительно в ней сильно нуждаетесь. И мне кажется, что такая сильная нуждаемость в человеке, что вы прям готовы унижаться и так далее, да, ну, как-то говорит о зависимости любовной, возможно, или зависимости от нее, в принципе, в целом. Хочется сказать, что эмоциональная зависимость от человека не является любовью. Вот. То есть, ну, как бы, эмоциональная зависимость – это не любовь. Да? Да? Это, скорее, отражение, ну, определенной проблематики. Ну, в частности, например, вашей. То есть, это, вот, отражение того, какие сложности и трудности есть у вас. Ну, конкретно у вас. Вот. Поэтому, в первую очередь, я бы, конечно, предложил бы спросить себя. Вот. Именно себя я бы предложил в первую очередь спросить. А почему я так это воспринял? Почему я так к этому отношусь? Почему я не принимаю желание девушки, ну, как бы, вот, не быть со мной? Если мне это сложно, если мне это как-то тяжело, то чем для меня это тяжело? Вот. То есть, я бы, вот, наверное, на это еще бы обратил внимание. Еще один момент, на который, на который я бы обратил внимание, заключается в том, что вы говорите, вот, что много ей, значит, давали ласки, там, внимание, вот и так далее. Это тоже интересный момент, да, что ваше поведение достаточно сильно похоже на поведение, на поведение человека, который, ну, боится потерять девушку. То есть, вы, вот, такой, ну, как бы, чрезмерной, да, лаской, заботой, вниманием, по сути по сути, ну, пытались ее удержать. Вот. В любом случае, это всегда чувствуется, вот, и, ну, возможно, именно по этой причине, как бы, девушка решила от вас найти, потому что увидела, что вы в ней нуждаетесь, а, как бы, если человек, вот, сверх сильно нуждается в тебя, то это всегда, ну, вызывает какой-то протест, отторжение. Следующий момент, то, что вы говорите о том, что вот, что это на всю жизнь и так далее, да, тоже довольно сильно напоминает страсть, больше, то есть не любовь, да, а страсть, потому что любовь, это... на самом деле, на самом деле, про готовность отпустить человека, то есть, ну, если вы любите, любите, да, то вы готовы отпустить, готовы... ну, признать, что, ну, что человек может, вот, решить по-другому, что человек может как-то решить, ну, условно говоря, не хотеть быть с вами больше, да, и так далее. А здесь у вас, ну, опять же, постоянный, как вы сами сказали, постоянный разговор о том, что на всю жизнь, да, во-первых, это страсть, а во-вторых, как бы, ну, страсть она может пройти, вот, но проходить. И когда я, когда, когда я думаю, что вот, с этим человеком на всю жизнь, да, ну, может, меня это не всегда радует. Мне это может не нравиться в определенный момент, потому что, опять же, это, ну, некая такая обязаловка получается. Вот. И отклонение в сторону того, как мы будем жить, от того, как мы живем, ну, по факту, сейчас. Соответственно, тут могут, ну, тут могут быть, конечно, ну, определенные проблемы, также, которые больше скрывают не то, что вы, например, ну, допустим, девочку любите, а больше скрывают то, что вы хотите ее удержать, вот, хотите быть уверены в том, что она будет с вами. А человек в 19 лет, начав встречаться с вами еще раньше, ни в чем таком, уверен быть не может. Вот. Потому что, ну, на ноги как бы еще не встал сам, да, еще не реализовался самостоятельно. А тут уже вот такой, ну, такие достаточно важные вопросы приходится ей решать, вот. Вот. Поэтому она могла и просто банально испугаться этой ситуации, вот, и просто захотеть свободы какой-то. Вот. Особенно если вы, ну, периодически или все время говорили ей о том, что, вот, ну, что мы с тобой, там, на всю жизнь и так далее, вот. Ну, то есть, как бы, тут правда в том, что никто не может знать, на всю жизнь или нет. Неизвестно, как она повернется в жизни. И вот этот вот перекос в сторону как раз будущего от, так скажем, настоящего. И является, на мой взгляд, ну, для вас самым неприятным аспектом, большим врагом. Вот. Поэтому я бы, вот, в первую очередь, конечно, попробовал бы себя спросить, вот, что для меня это значит и с чем связано то, что я так болезненно к этому, ну, к этому отношусь. Вот. То есть, никто не говорит вам радоваться, вот, никто не говорит, что вы должны, там, ну, плетать от счастья. Вот. Вот. Но, и то, что вы унижаетесь, вот, это говорит о сверхнадаченности. Вот. И прежде чем, ну, продолжать отношения, вот, нужно разобраться в себе. Вполне возможно, что девочка как раз поняла, поняла и почувствовала, что не столько вас интересует она, она, сколько интересует именно с ней перспектива, ну, то есть перспектива быть с ней. Ну, 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 в отношениях. Вот. И это тоже могло, ну, повлиять на ее решение с вами быть, как бы, ну, с вами жить. Потому что аргумент, который она привела, да, по поводу того, что, вот, дескать, ну, мы там откладывали, да, наше житье и теперь я не хочу, это, конечно, не аргумент. То есть это выглядит, ну, несерьезно. Да, другой вопрос заключается в том, ну, ну, могла ли, могла ли она что-то другое сказать? Да. Да, то есть, ну, опять же, на мой взгляд, вот, для своего возраста, ну, абсолютно нормальная, нормальная шутка. Просто вот, как бы, хотелось, да, теперь не хочу. Всё, точка. Может быть, и не, и не, и не, ну, и не вас, может быть, дело базовое тут. Может быть, это вот всё, как бы, ну, просто она сама. Ну, она так вот решила. Ну, в любом случае, вам нужно решать проблему того, что вы унижаетесь. Вот. В любом абсолютно случае, потому что, ну, как бы, ничего хорошего в этом быть не может. Не для отношений, ну, в целом, не для вас. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok